Всем хэллоу! Вопрос на сегодня. Куда поступить с английским? Потому что непонятно, кроме учителя и переводчика, что еще есть такого, где нужен английский язык, даже не знаю. Ну, давайте с вами сегодня разберемся. Погнали! Меня зовут Марина Лисковец, я ваш учитель английского. Я помогаю вам разобраться в тонкостях подготовки к ЕГЭ. В целом мы с вами говорим про английский, а сегодня речь о поступлении в ВУЗ, что тоже непосредственно связано с английским языком, потому что нужно разобраться, какие специальности, факультеты существуют, куда мы могли бы подать документы и где нужен английский язык. Вот давайте разберемся. И сразу хотела бы обозначить ресурс, который меня особенно впечатлил в поиске нужной информации для этого видео. Это ВУЗО-педия. Я думаю, те, кто ищет подходящие ВУЗы для себя, смотрят стоимость обучения. Вот однозначно обращаю внимание на этот ресурс. И здесь, по сути, есть все, что можно. Поэтому, основываясь на этом ресурсе, давайте разберемся, куда мы можем с вами поступить с английским языком и какие специальности нам подойдут. Для начала мне хотелось бы кое-что пояснить. Что такое университет? Университет предоставляет нам универсальное образование. Что это значит? Это значит, что в данном учебном заведении мы, по сути, кстати, неважно, какое это учебное заведение, техническое, будь то МГТУ имени Баумана, или лингвистическое, МГЛУ, мы можем научиться чего угодно. То есть мы можем пойти в МГЛУ и выучиться на экономиста. На этого же экономиста мы можем выучиться, например, в МГТУ имени Баумана. Хотя изначально это технический вуз. К чему это я вам говорю, дорогие друзья? Да к тому, что все-таки ориентируйтесь на основной профиль университета. Потому что, безусловно, факультетов огромное количество. Вот такие факультеты, например, в Бауманке, как экономические факультеты, они, конечно же, платные, коммерческие. То есть просто козыряя своей вывеской, я учился в Бауманке, да, вот именно. Вот те идут учиться на экономиста, собственно, в технический вуз. Главное, чтобы было какое-то яркое, запоминающееся имя. Но если вы ориентируетесь именно на качество образования, то все-таки смотрите, чтобы вуз ориентировался на ту специальность изначально, куда вы идете. Собственно, и по названию многое можно понять. То есть в МГТУ имени Баумана все-таки лучше обучаться техническим специальностям. Например, я училась в Московском государственном областном университете. Это бывший мобильник Рубской, старинный педагогический вуз, который находится на метро Бауманское в Москве. Он изначально специализировался на подготовке именно педагогических кадров, учителей, проще говоря. Но хотя нужно сказать, что в этом же учебном заведении можно выучиться и на юриста, и на экономиста, и вообще бог знает на кого. В лайфхак номер один мы знаем, что нужно ориентироваться на основной профиль учебного заведения, и уже потом думать, а нужно ли зайти учиться на экономисту. Ну, поехали дальше. Давайте разберемся, куда же мы можем поступить с английским и на какие специальности. Ну, что могу сказать? Прокручивая первую страничку сайта вуза Петия, первый институт, который мне выпадает, университеты, институты, в большей степени как университеты, это коммерческие конторы, Московский международный университет, Московский новый университет. Здесь уже, конечно, решать вам, но давайте все-таки будем ориентироваться на такое классическое образование в классических вузах, поэтому давайте-ка разберемся, куда же мы можем поступить. И начнем с самого главного вуза страны, МГУ, имени Ломоносова. Посмотрим на специальности. С английским нам понадобится журналистика, да, мы можем поступить на журналистику, на историю, менеджмент, филология, фундаментальная прикладная лингвистика, экономика. Что мы можем проследить здесь? Безусловно, английский нужен в гуманитарных специальностях. Конечно же, журналисту обязательно нужно знать английский. Менеджмент, история, филология. Но здесь мне хочется немножечко остановиться и кое-что сказать. Такую, наверное, прописную истину. Для всех профессий, абсолютно сейчас для всех профессий, нужно английский язык. Если вы свободно владеете английским, то, поверьте, ваш зарплата будет выше, чем у других, потому что и по сей день не так много людей в России знают английский на хорошем уровне. Поэтому, в любом случае, речь, конечно же, здесь не о ЕГЭ, но точно стоит стремиться иметь хороший уровень языка. А, конечно, поступать в ВУЗ с английским языком, скорее всего, больше востребовано для гуманитарных специальностей. Давайте же посмотрим, что нам предлагает МГТУ имени Баумана. Удивительно, но и в Бауманке можно вручиться на лингвистику. Дальше. Московская государственная художественная промышленная академия имени Строганова. Теория и история искусств. Ну, здесь, безусловно, если вы тяготеете больше к художественным специальностям, то рассмотрите данный университет. Кстати, стоимость обучения, ой-ой-ой, 300 тысяч рублей, но есть бюджетные места 249. Российский государственный университет нефти и газа имени Бубкина. Английский понадобится, если вы планируете поступать в этот ВУЗ. Английский понадобится на специальности менеджмент. Правовое обеспечение национальной безопасности, экономика, экономическая безопасность, юриспруденция. Нужно сказать, что во многих таких непрофильных ВУЗах вот такие специальности, как экономика, юриспруденция, они являются коммерческими. Российский химико-технический университет имени Менделеева. Тоже есть лингвистика, дорогие друзья. А вот Российский государственный гуманитарный университет здесь уже абсолютно логично и понятно. Есть рекламная связь с общественностью, да, очевидно, сюда можно идти, потому что это гуманитарная специальность. И в УЗ тоже гуманитарная. Социология. Туризм. Безусловно, специальность туризма тоже крайне востребована. Правда, ситуация из пандемии все несколько изменилась, но все равно люди уже привыкли отдыхать. И это классная специальность. То есть, обратите внимание, что совершенно не ограничиваются факультеты, специальности переводчиком или преподавателем. То есть, это чаще всего называется специальность теории, методика преподавания иностранных языков и культуры. Это то, что я закончила. Либо перевод, перевод видения, что касается конкретно перевода. Либо ангвистика, или так, может быть, как-то чуть по-другому называется. Но суть в том, что это совсем не так. Так, английский нужен и в ряде других гуманитарных специальностей. Рекламный совет сообщественности очень востребованная штука. Журналистика, социология, туризм. И рассматриваем еще один университет. Московский государственный лингвистический университет. Что здесь? Документы ведения и архива ведения. Информационная безопасность. Лингвистика. Международные отношения. Перевод и переводы ведения. Безусловно, библиотечная информационная деятельность. Впрочем, стоимость 253 рублей. Какой здесь вывод? Лично для меня и, возможно, для родителей и для ребят, которые смотрят, для будущих студентов, абитуриентов, которые смотрят это видео. Но первое, английский нужен, безусловно, всем. Просто если вы заинтересованы в том, чтобы быть постоянно в топе, читать информацию из первоисточников. Все топовые специалисты однозначно знают английский язык, поэтому к этому стоит стремиться. А если вы все-таки тяготеете именно к гуманитарным специальностям, то вы видите перечень тех профессий и специальностей, в которых нужен английский язык для поступления. То есть это не только лингвистика, преподавание и перевод. Это и международные отношения, это информационная безопасность, IT-специальность, это и документы ведения, это и журналистика, и социология, и туризм, и реклама, и связи с общественностью. То есть это огромный пласт профессий. Поэтому если что-то вам показалось здесь интересным, просто изучите детальнее, какие именно это специальности, какие профессии, где вы можете работать. И тогда вам станет понятно, куда стремиться. Мне кажется, это совершенно правильно уже летом поделяться с тем направлением, куда вам хотелось бы идти. Италия уверена и без сомнений идти готовиться к ЕГЭ по английскому языку, понимая, что этот предмет вам очень нужен для поступления. И уже с сентября начинается подготовка к ЕГЭ по английскому языку на моем годовом курсе. Если вы заинтересованы в получении максимальных баллов за ЕГЭ, то, конечно, как преподаватель, рекомендую вам начать подготовку как можно раньше. Тем более, что сейчас самые лучшие условия для того, чтобы присоединиться к моему годовому курсу. Для того, чтобы узнать подробнее о годовом курсе или записаться, пишите в сообщении группы ВКонтакте слово «крэми» или «годовой курс». С вами свяжется менеджер и расскажет все подробности обучения. Активная ссылка на нашу группу есть в описании к этому видео. Всем большое спасибо за внимание. Пишите в комментариях, в какие вузы вы планируете поступать и какие специальности вам интересны. Интересно, какое социологическое исследование можно устроить прямо у нас в комментариях. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши предпочтения. Не забывайте ставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Я регулярно выпускаю полезный контент. Ну и всем сгубалу за это, ребята. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok